Девушки отдыхают 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 Если в течение года вытряхивать содержимое наших мусорных ведер в товарные вагоны, наберется состав длиной 10 тысяч километров. Это больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока. Если не взяться за решение проблемы, через 7-8 лет крупные российские города погрязнут собственным мусором. Правительство и бизнесмены решили использовать как свалку наши легкие. Они видят решение проблемы в сжигании отходов. Однако это чудовищная ошибка. Мусоросжигательные заводы выбрасывают ядовитые отходы вещества в атмосферу, словно в канализацию. Например, при сжигании килограмма линолеума из ПВХ выделяется такая доза диоксинов, которая может стать смертельной для человека. Под воздействием диоксинов могут участиться случаи развития рака, например, рака легких, а также так называемые нехожкинские лимфомы и саркомы мягких тканей. В титрохлорде бензодиоксин, о котором я говорю, является одним из побочных продуктов сгорания отходов. Ученые обнаружили более двухсот типов ядовитых или потенциально отравляющих химических веществ, образующихся при сгорании бытовых отходов. Многие из этих веществ ранее неизвестны науке, соответственно, крайне малоизвестно, как они могут воздействовать на здоровье человека. Вблизи некоторых мусоросжигательных заводов содержание диоксинов в молоке и мясе домашней птицы превышает все допустимые нормы. В некоторых районах Европы рыба настолько заражена диоксинами, что Европейский Союз объявил ее непригодной для употребления человека. Выброс диоксинов при сжигании городского мусора составляет около 80% общемирового выброса. Эти соединения токсичны уже при низком уровне воздействия. Они остаются в окружающей среде в течение долгого времени и не разрушаются под действием света и природных процессов. Под давлением общественности многие владельцы мусоросжигательных заводов были вынуждены установить дорогостоящие фильтры для очистки выбросов в атмосферу. Но экологически чистых заводов не существует. Мусоросжигание наиболее дорогой способ решения проблемы с мусором. Он находится примерно в 3,5 раза дороже альтернативных методов обращения с отходами. Если взять Москву, для строительства нескольких мусоросжигателей суммарной мощностью 4 миллиона тонн в год необходимо вложить почти 2 миллиарда долларов США. Бюджетная дотация этим заводам составит 165 миллионов долларов в год. Эти немалые деньги будут браться из кармана налогоплательщика и выбрасываться ядовитым дымом в трубу. Для решения проблемы отходов необходим принципиально новый подход. Мы должны производить меньше мусора. Сделать это не так уж трудно. Главное наладить раздельный сбор бытовых отходов и их вторичное использование. Проект Greenpeace по раздельному сбору мусора успешно развивается в Санкт-Петербурге. Сегодня здесь действуют почти тысячи площадок селективного сбора мусора. Ежегодно около 2 миллионов людей умирает в мире от болезней, вызванных грязным воздухом. А есть ли такая статистика по России? Сомневаюсь. А то расскажешь нашим людям, чем они дышат. Они дышать расхотят. Уже почти полвека основным загрязнителем городского воздуха является транспорт, а уж затем заводы и фабрики. Готовы ли мы отказаться от своих дорогих автомобилей для того, чтобы действительно легко дышалось? Не готовы, потому что замены нет. Оптимисты говорят, что нефть скоро кончится и пересядем на электромобили. Пессимисты? Что все равно помирать и что отбросить копыта от плохой экологии – это самый, что ни на есть, современный мейнстрим. Спасибо. Не надо ни тех, ни других. Почему в США и Канаде, где количество автомобилей на душу населения гораздо выше нашего, ситуация с воздухом значительно лучше? Да потому что они об этом действительно заботятся, аккуратно решая даже самые маленькие проблемы экологии города. Никто из нас в действительности не представляет масштабов трагедии с зараженной водой. Во времена СССР, когда наша страна делала колоссальные усилия, чтобы догнать и перегнать Америку, при гигантских масштабах строительства никто даже не задумывался о таких пустяках, как экология. Тогда и была заложена нынешняя трагедия. Именно вода является причиной того, что по продолжительности жизни наших граждан Россия находится на 130-м месте в мире. Наши реки, озера и подземные источники загрязнены нефтью, фенолом, бензолом и прочими углеводородами. А обеззараживает воду, увы, по сей день допотопными методами. Вода, которая дает жизнь, ее же и отбирает. Мне кажется, что на самом деле действительно полезное дело взять и посадить дерево. Просто, во-первых, ты будешь сам невероятно горд, что ты посадил это дерево, оно выросло, и твои внуки будут говорить, а это моя баба посадила, участвовала в акции Greenpeace, спасала планету для нас, для потомков. Я беру этот саженец и обезусь посадить его у себя на дачном участке. Наша земля – это самое ценное, что у нас есть. Нам нужно обязательно об этом помнить и среди вот этих вот меркантильных мелочей, которые нас захватывают, не забывать о каких-то действительно более глобальных вещах. Присутствие вот этих растений на земле и в земле и превращение их в большой лес, ну это, в общем, очевидно, потому что вот клетки наращиваются, стволы растут, шишки набухают, и все дальнейшее, это изучено ни нами, ни мной, и из этого получается лес, почему я. Забытое слово – охрана окружающей среды. Мало сейчас говорят вот это, мне нравится охрана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В мире и без этого достаточно химии. Для загрязнения окружающей среды хватает заводов и ТЭЦ. Не нужно добавлять к ним еще и стихийные свалки. Береги наши поредевшие леса. Не забывай тушить за собой костер. И не забывай, что лес – это легкие планеты. Они дают воздух, которым ты дышишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok